Бизнесменов призвали взяться за лопаты. Сегодня власти города и области проверили чистоту парковок у крупных торговых центров города. Несмотря на то, что многие предприниматели к визиту гостей готовились, замечания у ревизоров все же нашлись. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. В городе начинается масштабная проверка подснежников. Рейды ГИБДД затронут все автомобили, оставленные на зиму у торговых центров. Об этом распорядился губернатор и власти городом. Сегодня делегация проверила чистоту парковок у крупных магазинов. Несмотря на старания и бизнесменов, недочеты все же были выявлены. Необходимо синхронизировать работу техники, принадлежащей торговым центрам и подрядчиков по уборке улично-дорожной сети. Случай, когда снег с территории торгового центра выталкивается на только что очищенные тротуары и проезжую часть, к сожалению, не редкость, отметила глава города Елена Ковалева. Кировчанка завоевала серебро на этапе континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплином. Соревнования прошли в Словении. 16-летняя кировчанка Александра Баранцева завоевала серебряную медаль, уступив только опытной 34-летней спортсменке из Австрии. Всего на этап кубка приехали 37 спортсменок из 11 стран мира, сообщили в региональном министерстве спорта. Жителей города на свой концерт приглашают уральские пельмени, чемпионы высшей лиги КВН, победители кубка, суперчемпионов, неоднократные призеры музыкального фестиваля «Голосящий Кевин». Их звездные имена и фамилии у всех на слуху – Рожков, Брикоткин, Соколов, Юлия Михалкова и другие артисты пельменей – сочинили для жителей города новые шутки. Выступление пройдет 25 января во Дворце культуры Родина. Начало в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин